Знакомьтесь, это Петер Фройхен. Жизнь этого поистине невероятного человека точно вас удивит. Начало 20 века. Петер учится в одном из медицинских институтов Дании на врача. Однако учеба сильно тяготит его, и поэтому в 1906 году он решает отправиться в гренландскую экспедицию на два года. Там он мужественно сражается с морозами и местными волками, которые сожрали семь его собак. Кстати говоря, в один момент ему пришлось столкнуться с белым медведем, и это была длительная и тяжелая схватка. Для медведя. Победив гризли и вернувшись домой, Петер сшил себе шубу из медвежьей шкуры. С каждым днем Петер все больше знакомится с суровой жизнью местных эскимосов. Как известно, лишь 15% площади острова Гренландия свободна от материкового льда. Суровые климатические условия делают ведение сельского хозяйства практически невозможным, поэтому местным приходится сильно попотеть, чтобы добыть себе еду. Наш предприимчивый герой видит в этом выгоду. Вместе со своим другом Гнудом Расмуссеном он создает небольшую торговую базу, на которой встречаются местные эскимосы и такие же путешественники, как Петер. Здесь они обмениваются всем, что имеют. Аборигены меняют медвежьи шкуры, китовые усы, прочее, наружье, ножи, керосин и другие предметы первой необходимости. Тем самым охота для эскимосов упрощается, а путешественники получают интересные трофеи с экспедицией. До 1933 года это будет центральная база экспедиций по исследованию Арктики. Интерес к Гренландии у Петера растет из года в год. В своих экспедициях он изучает жизни быт инуитов, составляет географические карты, фотографирует и ведет дневники. В это же время, в 1911 году, Петер встречает свою первую любовь, которой становится местная инуитка по имени Микупалук. Она дарит ему двух прекрасных детей. Над именами долго не думали и назвали просто Микуса Каватак Ингемаксусукта Рангуапалук и Пипалук Йетте Тукумингуак Касалук Палика Хагер. Ну, к несчастью, через 10 лет, в 1921 году, его жена умирает из-за эпидемии испанки. Тогда Петер заворачивает ее тело в Саванн и увозит в Упернавик, ближайший крупный поселок, где есть собственная церковь. Но священник отказывается провести обряд захоронения, так как Микупалук не приняла крещение до своей гибели. Тогда Петер берет лопату, относит тело на кладбище и хоронит свою жену сам. Эта печальная история на всю оставшуюся жизнь сделала Фройхена строгим критиком церкви. Чтобы заглушить горе, как гласит эскимосская мудрость, нужно отправиться в путь. И вместе с другом Расмуссоном Фройхен отправляется в трехлетнюю экспедицию, которая приносит ему настоящую славу. В один день Путников настигает страшная снежная буря. Фройхен на своей собачьей упряжке отстает от основной группы. Когда становится ясно, что он заблудился, наш герой решает переждать непогоду и укрыться под своими санями, чтобы потом по компасу нагнать товарищей. Он сворачивается калачиком и засыпает. Метель продолжается много часов. В конце концов, на месте саней, под которыми прятался Фройхен, образовался огромный сугроб, грозивший стать его могилой. Едва только хорошенько выспавшийся Петер оторвал бороду, примерзшую к полу, он осознал, что оказался заперт в тесной снежной пещере, стены которой от дыхания покрылись толстым слоем льда. Очень быстро стало понятно, что пробить ледяной панцирь самостоятельно не получится. Крепкий нож, как и все остальные инструменты, остались в багаже на санях и добраться до них было невозможно. В полной темноте и одиночестве Фройхен размышляет, как бы ему выбраться из-за подни и старается дышать потише, чтобы не расходовать кислород. Тут-то и начинается самая интересная история, где раскрывается идеальное применение человеческой смекалки. Я не ел уже несколько часов, но мое пищеварение, на удивление, было в полном порядке. Именно оно навело меня на единственную спасительную мысль. Я часто замечал, что собачье дерьмо, замерзая, становится почти таким же твердым, как камень, гораздо крепче льда. Разве холод не окажет такого же влияния и на человеческие выделения? Отвратительная мысль, но ради эксперимента стоило попробовать. Я порожнил свой кишечник, и из еще теплых фекалий мне удалось вылепить инструмент, похожий на зубила, который осталось только хорошенько заморозить. Я был терпелив. Я не хотел рисковать и поломать его, используя слишком рано. И ему удается это сделать своим самодельным ножиком. Он прорубает себе путь к спасению. Вернувшись на базу и сняв с себя носки, Петер замечает неприятную напасть. Несколько пальцев на его ноге были обморожены. Медиков поблизости не было, а действовать нужно было решительно, чего Петеру не занимать. При помощи плоскогубцев и молотка он на трезвую голову отрезает себе обмороженные пальцы. Правда, смысла это особого не имело. В дальнейшем ногу все равно пришлось ампутировать. В 1924 году, после возвращения в Данию, наш герой женится второй раз. В 1932-33 годах Фройхена заинтересовал кинематограф. И он начинает работать в метро «Голдвин Майл». Петер организует съемки на Аляске и одновременно выступает сценаристом, переводчиком и кастинг-менеджером. А также играет в фильме «Эскимос» роль главного злодея. Фильм получает Оскар за лучший монтаж. Популярность Петера растет изо дня в день. Со своим личным клубом путешественников он принимает участие в экспедициях в самые разные уголки мира. И все идет отлично. Но в 1940 году Германия, нарушив мирный договор, вторгается в Данию. И Петер, будучи ярым противником нацистов, первым вступает в сопротивление, за что его ловят и приговаривают к смертной казни. Но ребята не знали, с кем столкнулись. При помощи своих друзей Петер сбегает в Америку, правда без жены, так как та пожелала остаться в Дании. На старости лет Фройхен живет светской жизнью. Вечеринки, новые книги, интервью и одна телевикторина, на которой уже довольно старенький Петер правильно отвечает на вопрос и выигрывает 64 тысячи долларов. Но, к сожалению, года берут свое и 2 сентября 1957 года Петер умирает от внезапного сердечного приступа. Его тело кремировали, а прах рассеяли на его второй родине, Гренландии. Навсегда увековечив память о человеке, не знающем границ. История Петера Фройхена в который раз доказывает, что в мире нет ничего невозможного. Благодарим вас за просмотр. Как всегда, не забывайте про лайк и подписку. И обязательно распространяйте видео. До новых встреч! Нам еще есть что рассказать. Редактор субтитров А.Семкин